Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа-Регион». Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Новые кровли и лифты – первые результаты программы капитального ремонта в Анапе. Никто не забыт, ничто не забыто. Ветераны Афганистана поделились воспоминаниями о войне с Анапским студентом. 13 февраля – Всемирный день радио. Молодой праздник. Отмечать его во всём мире стали только с 2012 года. Дата проведения выбрана не случайно. Именно 13 февраля в 1946 году впервые вышла в эфир радио ООН, станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединённых Наций. В состав нашей телерадиокомпании также входят радиостанции «Европа плюс Анапа». Одна из самых популярных радиостанций звучит в Анапе с 2006 года. Нас слушают в Анапском и Темрюкском районах, а также прибрежной территории Новороссийска. Уже более 10 лет «Европа плюс Анапа» дарит своим слушателям хорошую музыку, позитивный настрой и актуальную информацию из жизни города. Ежедневно на частоте 102,8 FM выходят свежие новости, прогноз погоды и любимая всеми программа в прямом эфире «Презент». Мы поздравляем всех наших коллег и желаем новых побед и интересных эфиров. По обе стороны стола уважаемые люди. Их интересы неизменно сходятся в одной точке с началом курортного сезона. Как сделать продвижение сельхозпродукции анапского производителя в санатории и пансионаты города наиболее эффективным и взаимовыгодным? В рамках выставки «Анапа. Самое яркое солнце России» о проблемах взаимодействия говорили за кругом столом фермеры, предприниматели и руководители санаторно-курортного комплекса. Заместитель главы города, курирующий вопросы сельского хозяйства, сразу же задал тон работы круглого стола. Доведительный обмен опыта работы наших крестьян с санаторно-курортными комплексами. Десять самых крупных анапских фермеров и более десятка санаториев и бас отдыха действительно пришли говорить откровенно. Ведь разговор такой назрел на самом деле давно. У нас получается такая ситуация, что у нас есть производители, которые производят, у нас есть потребители, которые потребляют. И вот именно цепочка вот эта, она у нас до конца не работает. И причин этой цепочки, что она у нас не срастается, очень много. Среди предложений звучало создать своеобразный курорт Коопторг. Нам в летний период приходится покупать все то, что есть. И есть на восточном рынке. И проблема действительно одна. Мы друг друга даже не знаем. Я, насколько знаю, раньше был такой курорт Коопторг, по-моему. То есть это база, это площадка, где можно действительно приехать и купить то, что тебе нужно. Но с этим категорически не согласен один из самых известных фермеров в Анапе. Впрочем, как оказалось, с ним желали бы познакомиться очень многие. Мы, конечно, уже существуем 25 лет. И за эти годы мы соберем все-таки пробиться на рынок санаторно-курортной. Мы поставляем 15 здравоохранения. И мы бы с огромным желанием еще бы могли бы 5-10 санаториев поставлять. И здесь, мне кажется, проблема в следующем. Если есть обоюдное желание, ну поверьте, у нас всегда желание есть, я не хочу посредникам отдавать продукцию. Звучали предложения по созданию в Анапе агропортала местных производителей, где можно отслеживать цены и появление свежей продукции. Такое уже существует на сайте министерства и пока не очень эффективен. Эту мысль продолжила депутат городского совета и частный владелец объектов Санкура Загвоздин. Нам нужен какой-то ситуационный центр, организующий начало. Фермер Владимир Гусев подчеркнул, что его экологическую чистую продукцию даже небольшими партиями постоянно берут одни и те же санатории. Мы их выращиваем, они очень вкусные, они красиво, привлекательно выглядят. И тот, кто хотя бы раз попробовал нашу продукцию, они все к нам возвращаются. Михаил Верхотуров как руководитель и как производитель в одном лице отметил. Я в первую очередь выражаю благодарность вам, то есть организаторам этого круглого стола, потому что я впервые, скажем честно, на таком хорошем, объективном, теплом совещании, когда коллеги не засыпают, правильно, от монотурности, когда происходит живой диалог, да. А главный вывод круглого стола сделали фермеры. Необходима их кооперация. На приеме главы Анапы сегодня побывали жильцы дома по улице Солнечная, 54. Люди признают, они обмануты застройщикам. На руках липовые договоры, в которых и слова нет о газоснабжении дома. Управляющая компания накопила долг перед энергетиками и ушла в тень. Помочь найти хотя бы временный выход в сложившейся ситуации. С такой просьбой обратились обманутые дольщики к голове. Дом по улице Солнечная, 54, введен в гражданский оборот по суду. На руках у людей свидетельства о собственности, но они не дают ни электроэнергии, ни газа. Обязательства застройщиков выполнить тех условия остались на бумаге. И ту подменили. У нас договор на дом, нам дали второй на 150 тысяч, а мы заплатили больше миллиона. Когда мы пришли за свидетельство, первый договор взяли, порвали и дали нам другой договор. А почему вы тогда не спросили у застройщика, который вас обманывал, и вы фактически были пособниками? Вы же в администрационную службу-то предоставляли договор, тот, который вот столичка стоит. Чего же вы шли на поводу у мошенников? Вы бы сказали, да нет, мы же вам 2,5 миллиона заплатили. Вы укажите в договоре истинную стоимость. Вот это как раз и есть средство, которое муниципалитет должен получить в виде налога, в данном случае НДФЛ, и решить вопрос и с газификацией, и с детскими садами, и со всем остальным. Покупатель претензий к застройщику не имеет. Под этой строчкой расписались все жильцы дома. Сегодня один выход – идти в суд и заставить его завершить стройку. Это застройщики ваши должны делать то, что они не доделали. Будем понуждать. Это единственный вариант. Нам сейчас что сделать? Суд на них подать? На кого? На застройщика? Но вообще исковое надо писать, понуждать, потому что время очень быстро идет. И об улучшении электроснабжения, и о газификации. Раз у вас договора должно быть написано. Первый договор есть. А во-вторых, что нет газификации? Нет, нет. Ну что, ни у кого первого договора не останется? Нет, нет. Ну так вот это надо нести в суд. Энергоснабжение дома по улице Солнечная, 54 – история тоже незаконная. Договора между управляющей компанией и энергоснабжающей организацией нет. Обращение направлено на надзорный орган, который также должен встать на защиту интересов людей. Сейчас в администрации города прорабатывают варианты обеспечения новостройки дополнительными источниками энергоснабжения. Наша съемочная группа побывала на месте и пообщалась с жителями дома на Солнечной, 54. У людей на руках доказательство обмана – два договора. В одном есть обязательство застройщика провести газ, в другом – это строчка пропала. Тем не менее, жители настроены добиться правды от застройщика через суд. Вот в этом блоке и вот там. Это вот только сейчас, буквально минут 30 назад. До этого с этого судов и судов нет. Жильцам многоэтажек по улице Солнечной в микрорайоне Алексеевский электричество подают по расписанию. До этого в холода все включали обогреватели. Кабель не выдержал нагрузки. Его заменяли муниципальные оперативные службы. Договора с энергоснабжающей организацией нет. Дом не введен в эксплуатацию. На руках у жильцов два договора. Первый – на полную стоимость квартир. Согласно второму – стоимость каждой 150 тысяч рублей. По первому договору застройщик обязался срок до 2014 года сдать комплекс с подключением газа, с установкой газового котла. В комплексе около 200 квартир разной площади. Жильцы буквально со всей страны. От Дальнего Востока до Северо-Западной части. История примерно одна. Приехали издалека. Времени на выбор было немного. И цена устроила. Сначала застройщик был на хорошем счету. Но, получив право собственности через суд, бросил владельцев квартир на управляющую компанию. Толку от обслуживающей организации, задолжавшей энергетикам миллионы рублей, нет. Только вред. С одной стороны, виноват получается застройщик. Он нас кинул, бросил, так скажем. С другой стороны, у меня вопрос к управляющей компании. Если она у него все приняла, значит она на себя взяла какие-то обязательства помогать жильцам. В результате мы платим по 7-8 тысяч в месяц. Управляющей компании-то кажется мало. Они даже, вот у нас дыра, допустим, мы живем в этом подъезде. У нас дыра между ними. У нас как раз, получается, дом выходит на это. У нас плесень идет по стороне кухни и по стороне ванны. Городские службы сейчас ищут выход из сложившейся ситуации. Один из таких – предоставить в аренду управляющей компанией передвижной генератор подходящей мощности. По словам владельцев квартир, до этого они были готовы входить в положение застройщика, теперь же намерены обращаться в суд. Специальная комиссия приняла новую кровлю на одном из домов. Ее отремонтировали по программе капитального ремонта. В приемке участвовали жители многоэтажки, а также наша съемочная группа. Последние штрихи уже из разряда пожеланий жителей дома. Ремонт начался прошлой осенью. За это время заменили кровлю, разместили стоки, поставили козырьки. Мы долго добивались. Управляющая компания писала письма везде, мы писали везде, мы били в дверь и, так сказать, стучались. Ну и вот, конечно, рады, что у нас все это случилось. Все это крыша и фундамент это в здании главное и коммуникации. А остальное уже так, что мы очень рады, довольны. Все люди тоже поддержали это все. Кровлю в доме Настаханова-1 не меняли с момента постройки дома. Пять лет назад она начала протекать. На верхних этажах жители страдали от подтеков на стенах и сырости в квартирах. Выручила программа капитального ремонта жилых домов. Кровля попала. С ноября месяца приступили к капитальному ремонту. Ее выполнили. Значит, был снят старый ковер полностью. Была снята старая стяжка. Сделана полностью новая стяжка. Покрыта новым ковром в два слоя, о чем вы можете сейчас увидеть. Сделано новый парапет. Все обшито. Поэтому, как подрядчикам довольны, все устраивает. Главное, чтобы устраивал тоже домовой комитет. Вот. Значит, деньги, которые люди собрали, значит, пошли не зря. Да, действительно, мы видим в сегодняшний день работу фонда капитального ремонта. За работу Светлана Михайловна поставила пятерку. Также в этом году на средства из фонда капремонта заменят еще одну кровлю, а также 10 лифтов. Крайний срок сдачи работ – лето текущего года. 15 февраля исполняется годовщина со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. В преддверии памятной даты с ветеранами той войны встретились студенты Анапского педагогического государственного университета. Как шли бои, как погибали ребята. Узнать хоть что-то о пропавшем без вести. Студенты Анапского филиала Московского педагогического университета смотрят фильм про то, как ветераны афганской войны, несмотря на сложную обстановку в этой стране, ездят по местам боевых действий, чтобы узнать о судьбе почти 300 советских солдат, которые считаются пропавшими без вести. Роберт Лавров воевал в разведывательном батальоне. Их направляли на самые опасные участки. Вспоминает, что после учебки мог остаться там же сержантом, но пошел рядовым в Афганистан. Были подразделения, где до 98% ребят писали заявление о том, чтобы добровольно пойти служить в Афганистан. Два ордена Красной Звезды есть далеко не у многих. По словам ветерана, в момент боя о наградах никто не думал. И сегодня сражение на втором плане, хотя Афганистан – часть жизни. Друзья снятся. Друзей вспоминаю. Потому что самое-самое лучшее, что было, это люди, это ребята, которые в таких условиях показали себя, проявили себя максимально. С такой стороны, что в обычной жизни, в обычных условиях этого никогда не будет. Это именно когда время, когда обстоятельства вокруг тебя сжимаются так, где на выбор решения практически не остается. Александр Васильченко пришел на встречу с ветеранами вместе с группой. О том, что была война в Афганистане, узнал еще в школе. Сегодня открыл для себя новые подробности. Если честно, я не знал, что еще потеряны люди. Я уже думал, большинство нашлось. Оказалось даже неприближенно к большинству. Там из 300 человек нашлись только 20. В фильме ветераны общаются с бывшими противниками, которые, узнав, что это те самые шурави, встречают их как гостей. Это памятка войну-интернационалисту. Приложение, помимо короткого словаря, карта с заводами, электростанциями и другими объектами, построенными при участии СССР. Сегодня простым афганцам есть с чем сравнивать. Далее информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследование, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.